Здравствуйте, уважаемые подписчики, читатели и зрители канала Политсигнал. Продолжаем читать ваши комменты, продолжаем показывать ваши комменты. На этот раз предлагаю вашему вниманию комментарии к ролику под названием «Смертельная ошибка сенатора Рауфа Арашукова». Количество просмотров, которое набрал этот ролик, больше миллиона просмотров. За время публикации с 5 февраля 2019 года. При этом он набрал 13 тысяч лайков и 1100 дизлайков. Материал посвящен аресту Арашукова и называется «Арест Арашуковых. Конец криминальным кланам на Кавказе. Вопрос». Обсуждаю вместе с журналистом Максимом Шевченко на Комсомольской правде. Под роликом 3164 комментария. И количество их продолжает увеличиваться. Итак, начинаем. Почему это случилось именно сейчас, задержание? Ведь их преступления известны были давно. Их преступления были известны не только давно, но их награждали всеми мыслями и немыслимыми наградами. Патриарх Кирилл наградил Рауля Арашукова. Но это признали ошибкой. Слушайте, таких ошибок уже, смотрю, у патриарха Кирилла там с десяток, понимаете, там наберется. Наградил его, по-моему, Чайка каким-то тоже там наградил. Ну, чтобы не быть голословным, я... Везде фотографировались с ними. Бастрыкин бывал у них дома. То есть сказать, что вот все как бы жили как на Марсе, и Рауф делал там, что хотел, а все... О боже, сейчас вот мы это увидели, какой ужас. Да сказки-то все. Рауф Арашуков и его отец Рауль, это такие важнейшие части всей этой системы криминально-бюрократического грабежа страны, который не существует отдельно в каком-то регионе. Это не кавказская система. Это не система Сахалинская, где губернатор Хорошавин был арестован. Это не система Коми, где был арестован губернатор Гейзер. Это не система Министерства экономического, там экономика, где был арестован Улюкаев. Это не система по всей стране, где арестовались за последний год, там, не знаю, сотни, может быть, чиновников разного уровня. Это общая криминально-воровская бюрократическая система власти в нашей стране. Тут все построено не на реальной службе народу, людям, стране, нации, то, о чем нам поют по телевизорам с утра до вечера. Здесь все построено по принципу «подохни ты сегодня, а я завтра». Если ты смелый, наглый, лихой, каким является Рауф Рашуов, кстати, я его неплохо знаю. Если ты ловкий и умеешь забирать деньги так, чтобы тебя не поймали, и находишь того, с кем ты поделишься, и умеешь подползать рядом к разного рода большим начальникам, чтобы фотографии с ними тебя защищали, то у тебя все будет хорошо. Если ты совершаешь какую-то ошибку, то тебя будет плохо. Это вот, помните, у Виктора Пелевина в его прекрасном романе, по-моему, ДППНН, там был такой банкир-гомосексуалист, который, когда занимался оргиями, всегда в кадр помещал портрет президента Путина, потому что он знал, что его снимают со всех сторон, но знал, что с этим портретом спецслужбы его никогда не опубликуют в интернете, не опубликуют в эфире, поэтому он безнаказанно занимался своими оргиями. То же самое здесь. Проблема не в том, что почему существует коррупция, а вопрос такой, а какую ошибку совершил Рауф Арашуков и Рауль Арашуков, что их решили выдернуть как овощ с грядки, и вот так вот перед всеми показать, так опозорив. Что случилось такое? Ведь понятно, что арест в здании Совета Федерации, в котором задействуют Валентина Ивановна Матвиенко, генерального прокурора, руководителя Генерального Следственного Комитета, главу и, в принципе, еще десятки сенаторов, это беспрецедентная вещь, которая могла быть санкцией только одного человека в России. Только один человек в России мог дать санкцию на подобное мероприятие. Это Владимир Владимирович Путин. Это очевидно. Поэтому вопрос, что такое случилось, что Владимир Владимирович Путин решил этот гнойный нарыв, который все видели, все знали, про который все, я не Арашукова имею в виду, а общая система коррупционно-криминального бандитизма, вот так вот явить всей стране, уничтожив авторитет Верхней Палаты Парламента. Потому что теперь Совет Федерации, это не стал просто предметом издевательства, непрерывного издевательства, количество шуток и анекдотов там, что когда Юрий Чайко вышел на трибуну, все сенаторы побежали к выходу, остался только один Арашуков, потому что он не знал русского языка, поэтому его и арестовали. Это же не я выдумал, это народ распространяет, понимаете? Говорили про Советское время, что все политические анекдоты придумывают в спецотделе КГБ, может быть теперь и ФСБ придумывают, потому что арестовывало ФСБ по итогу. И вот это вот его задержание, и арест Рауля Арашукова, одного из топ-менеджеров «Газпрома», предприятие в совокупности которого, оборот, по-моему, называли 822 миллиарда, и арест их родственника близкого Руслана Арашукова в Астрахани, который, значит, в Межрегионгаз. Сейчас, вот вопрос главный, почему это случилось именно сейчас и в таком виде? А то, что все они воруют, то, что эта вся система поставлена на то, чтобы вытягивать силы, жизненные силы, кровь, душу, будущее из нашего многонационального народа, что всякий человек, который одевает костюм, садится, там, не знаю, в машину, приобретает какую-нибудь корочку, полагает себя вправе быть грабителем, бандитом и разбойником, прикрываясь высокими словами о государстве и о лояльности первому лицу. Это мы и так знали. Что такое случилось, что у них внезапно сломалась эта схема? А вот есть ответный вопрос, что случилось? Я думаю, что краеугольным камнем, точкой, от которой надо отсчитывать арест Арашукова, было заявление Рамзана Кадырова о... Но это не причина, а это уже, я думаю, начало операции просто. Когда Рамзан Кадыров заявил о том, что Чечня не будет платить за газ, его же неверно процитировали везде в России и поняли неверно. Он сказал, мы не будем за газ платить не потому, что мы чеченцы, а он имел в виду, я не хочу платить за газ в карман Арашуковым или неизвестно кому. Все деньги, которые мы платим за газ, идут не на развитие газовой сети для граждан России, а идут просто вот по этим криминальным схемам, которые очень просто делаются. Как воруется газ? Межрегион газ это прекрасно знал всегда. У вас есть два тарифа для предприятий и для частных лиц. Вот предприятия оплачивают газ по тарифам частных лиц, которые меньше. А потом на этих же частных лиц, то есть на нас с вами, списывают все эти долги. А на самом деле стараются, большинство людей таким образом стараются разделять вот эти счета и фактически уворовывают. Не люди потребляют газ в основном в таких количествах, а заводы, теплицы, фабрики, какие-то предприятия и так далее, которые стараются уводить из этих оплат. И второй способ воровства за газ это разделение платежек. Когда там внутри, то, чем, собственно, занимался Межрегион газ, там, по крайней мере, в этом регионе, то, о чем известно. И Кадыров сказал просто, не хочу я им платить. Почему? Я же знаю, кому я плачу. Он как бы взбунтовался. Я уверен, что взбунтоваться он мог, опять-таки, только с санкцией кого-то. Или Бортникова, или Путина. Потому что бросить вот так вот вызов Газпрому, и это повод, потому что Газпром это священная корова. Это святая святых Российской Федерации. И тут кто-то отказывается платить. И другие регионы. Я сразу же заявил тоже в эфире «Эхо Москвы». Если Чечня не платит, мы тоже не будем платить неизвестно кому в Владимирской области. Что это мы должны платить? У нас, правда, долги в основном не предприятий, а муниципальных образований, нищих, разоренных русских городов, у которых нет денег, на детские сады, школы, но которые должны огромные средства тратить за так называемую газификацию, которая за прошедший год... Вы знаете, какой у нас процент газификации в стране? Полпроцента. На полпроцента увеличились газовые сети. На полпроцента. При зарплатах топ-менеджеров корпорации, таких как Арашуков, Миллер и другие там миллионы, сотни миллионов долларов в год, они получают. Вот в чем проблема. А почему случилось? Я думаю, что падение рейтинга Путина, падение рейтинга правительства Медведева, падение рейтинга всей этой власти до таких показателей, на которых они никогда не были, заставил их, безусловно, реагировать. И массовая такого рода зачистка, ну, это достаточно серьезная вещь. Плюс Северный Кавказ, это, ну, скажем так, в ситуации ухудшающейся международного положения, а международная ситуация всегда влияет на внутреннюю ситуацию в стране. Международная ситуация была косвенной и причиной, значит, репрессий 30-х годов, потому что угроза войны. И сегодня тоже Северный Кавказ, это форпост, который будет армейским плацдармом для военного противостояния с Западом. Такие криминальные кланы можно победить, поменяв власть во всей стране. Другого способа просто нет. Пока эта власть будет существовать в своем отдельном пространстве, пока люди будут назначаться, не исходя из конкуренции их проектов, там, представляемых, допустим, Карачаево-Черкесии, Москве или Санкт-Петербургу, пока это будут закрытые клановые игры. Вы думаете, кланы есть только на Кавказе, а в Москве что, нет кланов, что ли? Вот Собянин, это не клан окружения Сергея Семеновича Собянина, а в других регионах, где понятно, что нельзя никого назначить было, где вокруг... Дело в том, что это естественно... А вообще кланы, это говорят кланы, кланы. Клан это естественная какая-то структура организации общества. Но на Кавказе это особенно, мне кажется. Слушайте, это и в Америке особенно. Клан Кеннеди. Нет, но мы в России сейчас берем. Джон Кеннеди, Роберт Кеннеди. Максим Ильич, мы в России сейчас. Это не только на Кавказе. Почему на Кавказе? У вас Солнцевский это клан, Коптевский это клан, Тамбовский в Питере это клан. Нет, а тогда что мы говорим? Семья. Почему человек не может помогать своему сыну? Понимаете, я не считаю, что это нельзя делать. Такая коза ностра получается. Ну, у вас вот сейчас президент США, Билл Клинтон, и его жена госсекретарь. Это клан Клинтонов. Вот сейчас вот Обама был, и его Мишель Обама тоже, значит, претендует на политическую позицию. Это нормально, когда люди держатся друг за друга, семейные вещи. Другое дело, что люди не должны нарушать закон. Люди не должны участвовать в коррупционных схемах. Проблема не в том, что сын помогает отцу там или работает с племянником. И любой из нас тоже предпочитает работать с теми людьми, которым мы доверяем. Тем более, если речь идет о бизнесе или о каких-то серьезных вопросах. Так же действует Путин. У вас есть питерский клан, где его сослуживцы по КГБ, там его руководители, там как Степашин или Черкесов, или там его подчиненные, или коллеги, с кем он работал в мэрии Петербурга, составляют элиту современной России. Я не считаю, что это неправильно. Я считаю, что это нормально. Я бы тоже, если бы я вот действовал, я бы взаимодействовал с теми, с кем я доверяю. Там вот с вами, Роман, допустим, или там еще с кем-то, понимаете, с людьми, которым я знаю, что они меня не кинут, не обманут, не предадут. Но как эти кланы выражены? На Кавказе это приходит в убийство? Да не надо на Кавказ пихать пальцем. Это вся российская система. Проблема не в том, что тут люди держатся друг за друга. Проблема в том, что люди держатся друг за друга в грязной игре. Проблема воровства, обворовывания страны, уничтожения ее будущего. Проблема не в том, что эти кланы есть. Проблема не в том, что из питерский клан, или собянинский клан, или московский клан, или клан там Года Несахана, там Несанова из Арахалиева, бакинских евреев. Не в этом проблема, что эти кланы есть. Проблема в том, что эти кланы действуют не в интересах развития нации, не в интересах развития страны, а в собственных интересах. Никто не верит ни в какую страну, никто не верит ни в какой народ. Народ живет в нищете и бедности, а эти люди просто действуют по принципу сильной, да, такая вот игра престолов. Они играют в Джорджа Мартина. Там когда, вот когда-то, я помню, в 90-е годы один политтехнолог писал им проект на основе романа Дюна. Мол, вот появление такого, значит, такого человека, который имеет определенную харизму, вокруг него группируется, никакой демократии нету. Есть, значит, сильные люди там, которые умеют там воевать, хорошо сражаться. Если они при этом честные, нам с вами повезло, а если они нечестные, нам с вами не повезло, никаких законов как бы не подразумевается. Но мы-то почему должны жить в таком мире? Почему наши люди, почему наш народ должен жить в таком мире? В этом проблема. Не в Кавказе проблема, Роман, не в Кавказе. У вас по всей стране кланы, в каждом городе, в каждом регионе. Все прекрасно знают, кто кого кормит, кто за кем стоит. У нас во Владимире есть клан Аникеева, пельменного миллиардера, понимаете, который перевел сейчас бизнес в Калининград. И вот я могу назвать, какие депутаты просто на содержании у него находятся, понимаете. Это все знают во Владимирской области. Но я не считаю, что лоббизм сам по себе или объединение людей вокруг каких-то точек силы – это плохо. Проблема в том, когда нет единой… Проблема в том, что нет никакой единой стратегии развития страны. Просто стать сильными, стать пятой экономикой мира не работает. Для этого страна не нужна. Вы можете просто выводить деньги отсюда, вкладывать ее в лондонскую, токийскую или нью-йоркскую биржу и становиться пятой экономикой мира за счет роста ценных бумаг и ваших инвестиций. Если вы там условно говорите «я русский», зарегистрироваться там в России, потом на Кипре, потом на Каймановых островах. А если говорить о стране как о совокупности людей, которые обладают разными взглядами, разными, не знаю, национальными какими-то мифами, разными культурными мифами, разным социальным положением, но которые в целом двигаются вперед в будущее ради жизни своих детей, своих внуков, потомков и так далее, полагая, что они будут жить лучше, чем мы сейчас, вот тогда появляется национальный проект. Но ничего подобного же нету. Мы видим, что живут лучше там дети Арашукова, условно говоря, Рауф живет лучше, чем Рауль, например, да? Наверное, дети Рауф, если бы его не арестовали, жили бы еще лучше, а остальные-то все живут, извиняюсь, как сказал Михаил Владимирович Леонтьев, пресс-секретарь Роснефти, поэтому мы теперь можем это повторять, если такой большой человек говорит это. Он это сказал про Венесуэлу, жопа большая жопа. А что, разве не так, что ли? Алексей нам дозвонился. Алексей, откуда вы нам звоните? Здравствуйте, я из Калининграда. Здравствуйте, Алексей. Я хочу сказать, что вот эта ситуация с Кавказом, как бы, она высвечивает всю вообще правоохранительную и судебную систему, то есть показывает, что без приказа ничего не работает, то есть ни прокуратура, ни следственные органы. Поступил приказ и тут же вот взяли. А не поступил бы приказ, этот бы человек там дальше работал, так сказать. Ну, то есть Максим Шевченко абсолютно прав, то есть неприятно вот это. Поэтому вопрос, как изменить? Власть надо менять. Надо вести свободные выборы, конкуренции реально, чтобы места в парламенте не согласовывались на Старой площади, а были результатом там конкуренции проектов, лоббистских интересов, консолидации вокруг политических партий, экономических групп каких-то, там концентрации капитала в раннем виде, прокуратура должна следить за тем, чтобы это не использовалось там в личных целях, там, не знаю, в целях захвата власти, например, там и так далее. Точно так же президентские выборы. Надо не и мочить Грудинина, а надо, чтобы Путин или кто-то вышел в открытую дискуссию с Грудининым и выиграл у него в открытой дискуссии. А иначе эта закрытая система псевдогосударства, псевдообщества, псевдостраны будет продолжаться. Вы же поймите, это все не настоящее. Это картонная дурилка. И из этого все эти проблемы вытекают. А когда все не настоящее, то такие коты Базилио и лисы Алисы становятся просто как бы главными держателями власти и смыслов. Вот они выходят, учат нас с трибун, как нам жить. Говорят, что к 25-му году построят нам там газопроводы, к 35-му году там проведут дороги, потом их арестовывают, они с наручниками назад выводятся там, нам показывают, что у них там в домах там миллионы и триллионы каких-то там россыпи золотых монет. Мы говорим, ах, какой ужасный кот Базилио, лиса Алисы. Да нет, это такая игра, где они по-любому выигрывают. А мы все остальные, такие буратины какие-то и куклы в театре, как им кажется. Но мы не такие, мы не должны же быть такими. Сергей из Москвы нам дозвонился. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер, вернее, Сергей Алексеевич меня зовут. Значит, такой вопрос, Максим. Скажите, вот ваше мнение, вот то, что случилось с Сарашуковым, может быть причина очередной информационной атаки против России? Вот смотрите, ведь торгово-энергетический комплекс Северного Кавказа входит в состав Газпрома. Газпром – известная структура. Вдруг все узнали, что там была ОПГ. Да еще действовало долгие годы. Ну, трансгазы, если формально, то не Газпрома, а Гастрансгазы. Да, а это самый Северный поток-2. И отсюда, сами понимаете, а вот как можно иметь дело с этой страной и так далее и тому подобное. Ну, вы знаете, если бы Арашукова арестовали агенты ФБР, когда он прилетал в Майами, я бы поверил в это дело. Но так как его арестовала Федеральная служба безопасности, то мы же не верим в то, что Федеральная служба безопасности, хотя я не исключаю, что там есть разные люди, как бы работают на понижение акций Газпрома, например. Нет, я думаю, дело не в этом. Я думаю, что просто когда Рамзан Кадыра выступил со своим демаршем, который фактически означал, не хочу давать деньги неизвестно куда, неизвестно кому, потому что я не верю, что эти деньги расходятся на дело, на развитие газовых сетей, развитие добычи газа, на жиженный газ и так далее, то как бы посыпалось, все посыпалось, и тогда президент сказал, ах так, безобразие какое, ужас, дал санкцию, и, слава богу, случилось то, что, может быть, приведет к выплате газовых долгов, к обновлению газовых сетей, газификации. Я-то считаю вообще, что они должны просто выделить долю, это в Конституции должно быть записано, каждый гражданин России имеет право на газ, на тепло и на жизнь. Это вот должно быть записано, и в бюджете государства должно быть просто выделена строка, обязательная газификация каждого села, каждого дома, каждого города. А это может сказать, что это начало больших чисток? Так, ну, хотелось бы, чтобы было так. Нам бы очень хотелось, чтобы это было так. Я не за то, чтобы людей там бросать в тюрьмы, конечно, Рауфа обвиняют в убийстве, это совсем особое. На них два убийства даже. Ну, да, Аслана Жукова и Фрайля Шебзухова. Пусть доказывают, это очень тяжелое обвинение, страшное, которое, если будет доказано, это пожизненное, собственно говоря, практически, потому что два убийства организованных, заказчика, ну, это раньше была бы смертная казнь, теперь это пожизненное, это тяжелейшее обвинение. Его отца обвиняют там в хищениях, и племянника их, Руслан, обвиняют в хищениях. Я просто считаю, что, ну, просто очень много кого можно тряхануть в России, просто десятки, сотни всяких людей, которые нас поучают на разных форумах, на разных петербургских экономических форумах, там и так далее. Вот когда в очередной раз будет Петербургский экономический форум, и там журналисты толпами будут бегать, заглядывая в глаза какому-нибудь очередному ВИПу или какому-нибудь главе региона, который будет со свитой ходить, вспоминайте фамилию там, Абдулатипов, Улюкаев, Хорошавин, Гейзер, Тимрезов и так далее. Просто каждый из них несет в себе вот это. Каждый из них практически несет в себе преступление. Потому что сама система организации здесь государства, она преступна, поскольку она имитирует государство. Нет суда. Никто из нас не уверен, что придя в суд, мы можем добиться результата. Если против тебя выступает богатый, влиятельный или какой-то еще человек со связями. Здесь нет прокуратуры. Люди подают в прокуратуру заявление. Прокуратура не возбуждает дело, если это дело касается какого-то, опять-таки, влиятельного представителя элиты. Только если вот Путин сверху там бровью поведет, то они бегут сразу возбуждать, там арестовывать, задерживать, давать интервью. Но еще раз говорю, эта история не про Кавказ. Это история про все это постсоветское оккупационное пространство. Когда, потерпев поражение в холодной войне, советские элиты второго уровня, согласившись быть под патронажем хозяев из Вашингтона, создали вот эти псевдо-страны, псевдо-государства, которые имитируют национальные государства, а на самом деле являются просто формой выплаты репараций по итогам тех страхов, которые Сталинский и постсталинский Советский Союз внушил как бы Западу в его историю. Вот и все. Если есть, ну я верю, что есть в российской элите люди порядочные, честные, патриоты своей страны, офицеры спецслужб, бизнесмены, чиновники, менеджеры, которые на самом деле, которым не хочется участвовать во всей этой схеме. Я считаю, что могут прийти сейчас большие перемены. Они должны прийти. Если они просто не придут, то ни эти сарматы, ни эти ракеты, ни эти там, не знаю, какие-то еще проекты, ни крымские мосты, ничего это не поможет и не спасет. Если гниль завелась в Вашем организме, если в Датском Королевстве в Российской Федерации что-то прогнило изнутри, то сколько ни пуля и ракетами в воздух, это не спасет от гибели и крушения. Их, а вместе с ними и всех нас, они-то опять перебегут на сторону вероятного противника. Мы же видели эти партийные работники, комсомольские руководители, и они же взяли, спрятали партбилеты, комсомольские билеты, получали нас в какие-нибудь 80-е годы. Я помню, там, вот, вы должны, там, то, сё, там, 27-й съезд партии. Потом, смотрю, этот миллиардер, этот миллионер, этот какую-нибудь биржу завел, там, в 90-е, этот еще кто-то. А мы продолжаем, говорят, историческую Россию. Вот мы советская, это, значит, продолжают досоветская, а мы продолжаем советская, стало быть, тоже досоветская. Поэтому мы-то новые трубецкие, новые шуваловы. Шувалов-то у нас и прежний остался, собачка, летающая на автомобиле. Ну и так далее. Вот в чем проблема. Проблема в том, что мы должны вернуть себе страну. Страна должна стать нашей. Что в ней были реальные, там, миллионеры, не знаю, реальные учителя, реальные офицеры, там, реальные врачи. А все выдуманное, все ненастоящее. Неужели вы это сами не видите и сами не чувствуете? И вот поэтому, вот, и сенаторы ненастоящие. Путин показал нам всем, что сенаторы ненастоящие. Сенат ненастоящий. Он фактически ввел Юрия Чайку и Александра Басыкина, как Каллигула. Вот он коня ввел в сенат, чтобы показать, что сенат ненастоящий. Вот это вот и история заставила вспомнить эту сцену из Древнего Рима. Когда Каллигула ввел коня, сказал, это сенатор. И конь сидел в сенате и тоже был сенатором, как и сенатом. Потому что сенатором, как бы, ну, им, ну, сенатор, ну, конь сидит. Ну, и мы сидим, сенаторы. У нас и льготы есть, привилегии есть. Вот ввели. Вот арест Арашуков, это коня, конь, введенный в сенат. Так как Каллигула после Альбера Камю и его прекрасной пьесы про Каллигулу мы уже не воспринимаем просто как какого-то там, не знаю, там, безумного. Это такой, он стал в истории культуры образ Каллигулы как образ такого одинокого во власти человека, который не может добиться от находящихся под ним сотрудников там аппарата и разного рода лизоблюдов политической элиты адекватности в деле преобразований. И испытывает безумное одиночество, поэтому совершает некоторые чудачества. Безусловно, то, что случилось в СССР, это чудачество. Но огромного масштаба, поверьте. Конь, введенный в Сенат Российской Федерации, это круто. Очень серьезно. Александр из Москвы нам дозвонился. Александр из Москвы. Добрый день. Добрый вечер, Верни. Добрый вечер. Я хочу, согласен с Максимом полностью, но хочу ему напомнить немножко, что вся наша власть от снизу к верху устроена так, что я знаю людей, которые районного масштаба, зная людей, которые на уровне губернаторов, территорий. И все они в какой-то степени коррумпированы. Но коррумпированы до тех пор, пока им это сделать разрешают, пока они не переходят какую-то грань дозволенного. Вот. И все так устроено, чтобы держать этого губернатора на коротком поводке и зная, что он в каких-то делах замешан. Как сказал мне один поставленный силовик, у нас Россия как маленькая деревня. Все мы знаем про всех. Кто ворует, сколько ворует, чего ворует, как ворует. Но, правильно вы сказали, Максим, пока сверху команда не спустится, мы, говорит, ничего не можем сделать. Либо не можем, либо не хотим, либо не хотим себе на задницу проблем с этим человеком. Вот так устроено наше это самое. Абсолютно верно. Вы говорите, просто я хочу, чтобы команда спускалась не сверху, а команда шла от нас, от граждан. Мы, граждане, должны искать. Это больше терпеть нельзя. Ну, это, вы понимаете, уже длится не один десяток лет. Сломить это через колено не получится, потому что... Так нет, через колено это не получится, но надо бороться. Просто смотрите, дальше что будет? Дальше будет новый 91-й год, где, как бы, дальше они там объявят Путина плохим, дальше они вот эти вторые сидящие всякие жулики объявят себя новыми светочами демократии, договорятся опять с новым там американским руководством о том, что тут строят демократию, и по новой понесется вот это все бесконечно. А мы опять будем сидеть, как такие, знаете, такие там суслики, ожидая, пока Орел, как в одном из рассказов Густава Майренко, слетит там к нам, к нам побеседует, и потом, как бы, нами полакомится. Ну, просто надоело это все. Зачем нам, потомкам, бойцов Великой Победы 45-го года, быть какими-то сусликами, кормовой базой для вот этих людей? Просто я не могу это понять. Максим Ильич, спрашивают в чате, а вы за возвращение вышки, ну, значит, смертной казни? Да не в этом, не в этом решении. Любое пожизненное хуже вышки. Я против пожизненное, потому что это гораздо более жестокая, извращенная, садистская мера, чем смертная казнь. Человек, лишающийся, решающийся на преступления, смерти-то не боится. Поэтому его, лишая смертной казни, на самом деле, обрекают на гораздо более жестокую, мучительную пытку под названием пожизненное заключение, где его всю жизнь, до конца жизни будут ломать, превращать в безвольное, послушное животное, с таким парализованным мозгом. Над ним будет издеваться любая, там любой охранник, и все будут говорить, так ему и надо. Это же страшнее, чем выйти на гильотину, чтобы тебе голову отрубили, и все кончено. Максим Ильич, вот вы говорите, что эта история Рашуковых, это не дело Кавказа, но делает целая Россия. Мы позвонили писательнице Марии Арбатовой. Давайте послушаем ее мнение об этой истории. А можно включить? Писатель, писательница Мария Арбатова. Как бы она обиделась, если бы знала, что называть ее писательницей. Она писатель, писатель Мария Арбатова. В этом смысле воровство – это только невинное развлечение кавказского менталитета. И мне кажется, что если люди находятся внутри нашей страны, они обязаны все-таки жить по нашему законодательству, отбросив все эти тейповые примочки, потому что мы понимаем, что там, где деньги таким способом воруются из бюджета, там существует абсолютный беспредел правовой. И он касается всех сегментов жизни общества. И нарушение прав жителей этих республик просто по диагонали и вертикали нет смысла перечислять. Так что я думаю, что если это начало, то это хорошее начало. Но, к сожалению, больше подозрений, что это какие-то подковерные расчеты каких-то больших финансовых групп. И дело на этом останавливается. Писатель Мария Арбатова. Тупая фашистская позиция. Она не понимает, что такое Кавказ, не понимает перевод стрелки в национальный контекст. Что это какие-то тейповые... Она, во-первых, не знает, что такое тейпы. У черкесов нет никаких тейпов. Тейпы чисто чеченское понятие, но еще ингушское, просто в ингушете друг друга. Это просто вообще глубокое непонимание. И как всякий либерал, будучи невежественным в деталях, но как бы просвещенным в таких общих вещах, она на самом деле разжигает межнациональную рознь. Еще раз говорю, это не кавказская тема. Это тема общей системы криминального капитализма по всей стране. Гейзер что, кавказец что ли? Хорошавин кавказец что ли? У нас двух замов, там Орловы арестовали, Хвостов Мазаньков в Владимирской области. Они что, кавказцы что ли были? Что выдумывать-то ерунду? И вот эти вот, произносить вот с умным видом вот эту вот фашистскую чушь, которую Мария Арбатова произносит, позор просто. Но там еще были срезы на некоторые моменты, она говорит о реальных нарушениях прав человека. Напоминаю, что в нашей... В Москве их соблюдают сильно, эти права человека, вы знаете. Евгений из Новосибирска нам звонился. Евгений, здравствуйте. Роман, здравствуйте, Максим, здравствуйте. Я так вам благодарен за то, что вы в эфире всегда, но я не знаю, вот как мне вас благодарить. Слушайте, это лучшая благодарность. Слушайте, звоните. Спасибо большое. Подождите, я еще не все сказал. Максим, можно я вам вопрос задам? Максим, вот вы мне объясните вот такую вещь, вот я ничего понять не могу. Почему Путин пожестче не спросят со своих подчиненных, чтобы вот такие вот действия не наступали? А прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо. С удовольствием. Вся эта система организации российского государства является следствием концепции, которые они применили, о том, что сильные и как бы властные люди, достаточно жестокие в чем-то, ну, люди, которые как бы и умеют жить на широкую ногу, и умеют брать то, что хотят, и умеют защищать то, что хотят, и умеют договариваться, как сказал Владимир Владимирович Путин, подобно правилам, которые существуют на Питерской улице, где, как он сказал, мы все росли, что эти люди являются основой и фундаментом любого государства просвещенного. Они, это, на самом деле, американская модель, потому что в Америке есть семьи, ну, там, условно говоря, там, 200 семей, которые их называют old money, к ним добавились те, кто поднялся там на Великой Депрессии, Кеннеди, например, семья Кеннеди, и которые являются, на самом деле, столпами американского общества. Им принадлежат, там, большая часть экономики Америки. Но в Америке к этой власти семей добавляются еще демократия, свобода печати, свобода инвестиций в средства массовой коммуникации, достаточно независимый суд, которым, конечно, тоже есть критикуют, вот целая, там, плеяда великих фильмов снята, там, да, про этот, там, Пол Ньюман снимал, там, адвокат, допустим, процесс, что богатый побеждает. Но есть и другие примеры. Есть огромный контроль общества за жизнью людей, за жизнью денег. И деньги не господствуют в Америке в той мере, в какой они господствуют в России. Только в России господствуют не просто деньги, а в России господствуют еще погоны и силовой ресурс. Поэтому в этом проблема. Они имитируют американское общество, объявляя себя такими отцами, как бы держателями общества. А, по сути, они, не создавая систему противовеса собственной власти, демократические системы, там, свободы слова, подавляя и ущемляя их, они создают жуткую такую тиранию, тиранию сильных и опасных людей, которые контролируют собой всю страну, все ее жизненные пути, соки, но сами не вкладываются в развитие страны. Потому что человеческая природа такова. И Путин является одним из конструкторов этой системы. Не он один ее сделал. Это, на самом деле, ельцинизм модифицированный. Потому что сама система создавалась в два этапа. 91-й год, потом расстрел парламента и выборы 96-го года. Вот после выборов 91-й, 93-й, 96-й. Вот эти три года на фоне еще Чеченской войны, бессмысленной, страшной и жестокой, именно и привело к появлению этой системы, когда человек войны, человек насилия, человек спецопераций, который еще связан с капиталом, контролирующий капитал, который имеет партнеров и спонсоров в лице международного капитала, то есть способный выводить деньги из страны за границу, это и есть хозяева страны. А мы тут просто так оказались, случайно родились, просто так живем тут, понимаете ли, и не знаем, что нам делать. Поэтому Путин отвечает за всю эту систему. Возможно, он понимает, что они совершили страшную ошибку. Понимают люди из его окружения, там, не знаю, Патрушев, там, не знаю, там, другие, которые умные люди, которые серьезно понимают, что и как. И, может, они хотят поменять, они понимают, что они ведут не туда. Но это нормальный процесс. Никогда не поздно поменять курс. Но я боюсь, что просто уже зашло слишком далеко. Что так же, как Сталин против себя восстановил партноменклатуру, и главным его врагом была партбюрократия, и троцкисты, это была просто часть партбюрократии, которая не хотела делиться властью там, с советами. По сталинской конституции советы получали значительную часть полномочий властных. До 1936 года все принадлежало только партии. Так же и здесь они тоже не захотят делиться. Начнутся серьезные процессы. Процессы, подобные тем, которые привели к Болотной 1911-1912 года. Я был против Болотной не потому, что я за Путина, а потому, что я понимал, что это очередная попытка вот этой номенклатуры ельцинско-путинской совершить переворот с целью реабилитировать себя и продолжить себя в истории. Поэтому я не хочу, я хочу, чтобы их власть прекратилась над нашим народом. Это унизительно, это страшно, это невозможно так жить. Нет никакой России. И Россию надо вернуть нам, народам, которые здесь живут. Это можно сделать только борясь за, по крайней мере, легальным образом, борясь за процедуры, за конституционные, демократические процедуры и приветствуя, приветствуя, безусловно, антикоррупционные действия такого масштаба, который сейчас нам показали. Нам дозвонился Юрий из Севастопа. Юрий, вот сегодня у нас в три часа дня была здесь Наталья Поклонская и рассказывала про коррупционные кланы в Крыму. Вот вам что-то об этом известно? Ну, про это неизвестно, про Крым. Потому что у нас как-то, в общем-то, своих проблем хватает именно здесь, в Севастополе. Да, уж у вас там хватает, это точно. И проблемы у нас здесь и с властью, и с тем, что у нас со строительством и никак не могут сделать, выбрать подрядчика для строительства онкодиспансера. Деньги выделены. Я хочу вам одно сказать по поводу кланов вот этих всех. То, что здесь нужно либо менять власть, либо нужно соблюдать законы. Вот как этого добиться, как добиться соблюдения законов, трудно сказать. Вот это очень сложный вопрос. Но это нужно вводить определенные меры, другие, наверное, более жесткие. Почему? Потому что когда мы жили при Украине, и при Украине были законы хорошие, но их никто не соблюдал. И сейчас законы при России хорошие. Все хорошо. Но их тоже никто не соблюдает. Вот как делать так, чтобы эти законы соблюдались? Вот у меня такой вопрос. Спасибо вам большое. Отличный вопрос, прекрасный вопрос. Город-герой Севастополя, как всегда, бьет в точку. И город русской весны, русской славы, он на самом деле борется. Я внимательно слежу за тем, что происходит в Севастополе. Борьба с пришельцами из глубин Удмуртии, который ведет город-герой, заслуживает, наверное, юмористического рассказа, если бы это не было так печально. Я лично верю, что севастопольцы победят, и город будет принадлежать тем людям, которые в 2014 году восстали против той коррупционной системы. Не для того, чтобы их перевели в виде крепостных, под власть какого-нибудь Овсянникова или какого-нибудь очередного губернатора-пришельца. Поэтому я считаю, что надо бороться так, что, во-первых, губернаторы должны избираться людьми. Раз. Парламенты местные, региональные, должны получить больше власти избираться людьми. Я считаю, что надо увеличить выборность мажоритарную, потому что система больше не работает, вот это вот партийное представительство, она просто превратила систему распределения квот. Столько-то Единой России, столько-то КПРФ, столько-то ЛДПР, столько-то там еще кому-то, понимаете, каким-нибудь карликовым партиям, там, выдуманным, каким-нибудь Богдановым, там, и так далее. Это все не работает больше. Это, если это продолжать, воспроизводить, это придет к катастрофе. Я совершенно не боюсь перемен, но я не хочу, чтобы и моему сыну, понимаете, и нашим детям, вот опять, раз, каждый 50 лет сваливается на голову какой-нибудь ужас, понимаете, там, поколению послереволюционному, только там из соломенных хижин выбрались, сели там на трактора, на самолеты, пришла страшная война истребительная. Только эти пришли, как говорится, послевоенное поколение в себя пришло. Пришла перестройка, и вот все, что случилось. И сейчас опять, каждые 30-40 лет... А от чего эти циклы зависят? Я думаю, эти циклы зависят от деградации правящей элиты, которая получает такую власть, не имея под собой институтов, контроля со стороны народа, понимаете? Одна и та же модель воспроизводится. Бояре сидят в Тушинском лагере с очередным Лжедмитрием Вторым, а народ должен сам защищать свою родину. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский собираются и освобождают Москву, выгоняют поляков, их пособников исправящих элит, которые по всей стране, как говорится, уже думают, как им продать там какую-нибудь очередному Казимиру или Сигизмунду в новом обличии свою родину, чтобы стать боярами не при Москве, там, а при, не знаю, Краковском дворе, Королевском, например. В этом проблема вся. То есть, пока до тех пор, пока мы не создадим реальные институты действующей демократии, народной демократии. Я не говорю там про коммунизм или какой-то антикоммунизм. Максим, вы забыли, что при Ельце не избирались все. И что? Да кто все? Что вы сказки рассказываете? Парламент был расстрелян из танков, а как проходили выборы 96-го года, они сами не стесняются признаваться. Мы делали все, нарушая закон, лишь бы Зюганов не победил, лишь бы не было реставрации. Вот, они же все вам рассказывают, никаких выборов не было. С 93-го года не было неких свободных выборов. Вот такая вот интересная дискуссия получилась в студии Комсомольская правда журналиста Максима Шевченко и ведущего Романа Голованова. Я так понимаю, что Максима Шевченко заводить не надо. Он и сам заводится с полоборота. Тем более, что тема ему очень знакома. И ему есть, что поведать и рассказать нам. Кому-то из слушателей это понравилось, кому-то не понравилось. Кто-то называет Максима хорошими словами, кто-то нехорошими, кто-то начинает проклинать Путина и его систему, кто-то вспоминает товарища Сталина или еще хуже того господина Ельцина. В общем, все как всегда. Народу у нас много и у каждого есть свое мнение, а во всем виновата демократия и свобода слова. Меня же лично интересовал один вопрос или два все-таки. тогда первый вопрос. Когда они все наедятся? И второй вопрос. Почему они не наедаются? Или это все-таки один вопрос, вытекающий из второго или из второго из первого? Решать вам, уважаемые слушатели и зрители. Считаю, что в этой передаче ответа на него не дали. Будем ждать, когда кто-нибудь даст или сами будем думать. Всего вам хорошего. До скорых встреч на канале Политсигнал. Продолжение следует...